Террористический акт Беслани захват заложников в школе номер один города Беслан, Северная Осетия, совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященный началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1628 человек. Хотя большинство заложников были освежены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека. Из свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. Этот день вошел в историю как черный сентябрь в Беслане. Беслан – боль России, так называлось мероприятие, посвященное памяти жертвам Беслана, которое провели 4 сентября 2019 года в селении Севух. Организатор Эльмира Алиева, заведующая местного СДК, приложила все усилия, что мероприятие осталось в памяти, а оно и являлось профилактикой терроризма и экстремизма. На мероприятии присутствовали учащиеся Севухской среднеобщебразовательной школы, учителя заместил главу муниципального образования селения Севух Гаджиев Гаджидибиров. Программу вела учительница химии Севухской СОЖ Мадина Мурадбековна. Наши мероприятия посвящаются памяти жертвам Беслана. Цель мероприятия – профилактика терроризма и экстремизма. В этом году исполняем 15 лет со дня теракта Беслана. 15 лет назад, в 2004 году, при первом сентябре сентября, принято трясли весь мир. В Казатинском городе Беслан захватили заложники больше тысячи человек, школьников, родителей и учителей. Ложиственная линейка закончилась днем смерти. Трагедия в Беслане стала самой кровопролитной за всю современную жизнь. Бесланская трагедия жива и сегодня, спустя через 15 лет. Штурм здания школы начался 3 сентября. И этот день с 2005 года стал одной из памятных дат России. Мы солидарны с ними и в честь того, что помним их, детей и всех безвинно погибших. Мы хотим создать память и выпустить в небо шары, которые символизируют их сердца и души. Пожалуйста. Далее выступил заместитель главы Гаджио Гаджи Дибира. Он в своем выступлении отметил, что штурм здания школы начался 3 сентября. И в этот день, в 2004 году, стал одной из памятных дат России с днем солидарности борьбы и терроризмом. В завершении мероприятия все учащиеся выше на главную улицу села, перед школой, чтобы воздать память погибшим и выпустить в небо шары, которые символизируют их сердца и души.